Добрый день, дорогие коллеги! Моё выступление посвящено проблеме опухоли. Название «среди чужих» и «чужая среди своих» действительно отображает сложные взаимоотношения между опухолью и макроорганизмом. Иммунный ответ как основа онкологических заболеваний. Почему? Противопухоли иммунитета – это иммунный ответ на антиген опухоли. Принципиально ответ ничем не отличается от ответа на бактериальные и вирусные антигены, ответа на аут-антигены. Этот иммунный ответ начинается с процесса фагоцитоза и презентации антигена и заканчивается формированием популяции клеток-эффекторов гуморального или клеточного типа. И этот иммунный ответ характеризуется, как и все иммунные ответы, директивными, индуктивными и продуктивными фазами. Вот, к примеру, схема иммунного ответа. Иммунный ответ начинается на бедритной клетке, фагоцитирует антиген, презентирует его Т-лимфоцитом. Т-лимфоциты подключают Б-лимфоциты или Т-клетки, которые потом дифференцируются в клетке-эффектор, либо CD8, либо антителообразующие клетки. Надо сказать, что все, практически все клетки иммунной системы, клетки врожденной иммунитета, клетки адаптивной иммунитета, участвуют в процессе формирования иммунного ответа к опухолевым антигенам, участвуют в процессе опухолевого роста в макроорганизме. Условно, по некоторым формальным признакам, опухоль антигена определяется на несколько типов. Опухолицециирование антигена с низкой экспрессией на нормальных клеток, типа CD19 на опухоли в Б-клетке. Опухоли за родов шей антигена яичка, которые практически не экспрессируются на нормальных клетках, за исключением клеток репродуктивной ткани. Вирусы, ассоциированные антигены, возникающие в опухолевых клетках в результате трансформирующих эффект онкогенного вируса. И, наконец, опухоль специфических антигенов, возникающих в результате несинонимических соматических мутаций, так называемые неоантигены, которые не экспрессируются на нормальном клетке. То есть опухолевые антигены в основном можно разделить на опухолеассоциированные антигены, которые экспрессируются нормальными клетками, и опухолеспецифические антигены, которые экспрессируются только опухолевыми клетками и не экспрессируются нормальными клетками. Таким образом антигены есть, но почему нет иммунного ответа? Не совсем так. Клетки и фекторные лимфоциты есть, но они бездействуют внутри опухоли. Почему? Одна из главных причин – это формирование иммунной толерантности к опухолю антигена по центральному и периферическому типу. Наиболее распространенная сейчас гипотеза о возникновении роста опухоли под названием иммунное редактирование опухоли, которое разделяет на три фазы. Фаза элиминации, ликвидация, фаза эквилибриум – это равновесие, или фаза экскейп – бегство, то есть бегство опухоли от иммунной системы, от клеток иммунной системы. Вот здесь изображена первая фаза – это норма, первая элиминация, когда клетки иммунной системы элиминируют опухоль в клетке, но она практически не регистрируется, это предполагается, что это так бывает. Эквилибриум – фаза равновесия, когда в опухоли находятся и клетки опухоли, естественно, и клетки иммунной системы, и какое-то время они существуют совместно, рядом, терпя друг друга. Но, наконец, опухоли и клетки перестают чувствовать клетки иммунной системы, клетки иммунной системы перестают убивать опухоли клетки, и опухоль убегает от клеток иммунной системы, и начинается бурный рост опухоли. Какие виды толерантности сейчас существуют в организме и механизмы формирования? Толерантность центральная, темическая. В основе этой толерантности лежат процессы негативной селекции в тимусе, когда все клетки, Т-клетки, которые настроены реагировать на аутоантигены, они погибают в тимусе, тем самым предохраняя организм от аутоагрессии. Толерантность периферическая на основе различаемости на периферии своего чужого. Здесь дело в том, что часть все-таки клеток из тимуса мигрируют, которые могут реагировать на аутоантигены, но на периферии им не дадут это делать регуляторные клетки, прежде всего так называемые Т-регуляторные клетки, CD4-Т-реги. И толерантность возвратная. На основе миграции дендритных клеток с фагоцитированным антигеном с периферии в тимус, где после презентации антигена Т-клеткам специфически для данного антигена подвергаются негативной селекции. То есть здесь идет как бы возвратная толерантность, когда дендритные клетки уже сами мигрируют вместе с антигеном в тимус. Все эти виды толерантности принимают активное участие в процессах подавления противоопухоли мунитета. В самой опухоли определяются следующие клетки супрессора иммунного ответа. Это и Т-реги, и Б-реги, и клетки супрессорными и ловидного прохождения, и макрофаги, так называемые опухоли ассоциированные макрофаги, или М2 клетки. И в последнее время очень много данных появляется о том, что в макрофаге существуют и эритробласты, которые обладают мощным и супрессивным эффектом. По некоторым данным, до 40% клеток, существующих в опухолях, это являются клетками эритроидными клетками. Значит, что мы с вами? Мы с вами работаем в основном на периферии. Вот здесь представлен центральный орган и костный мозг, тимус, периферический селезенка, лимфатические узлы, скопление лифоидных клеток. Мы практически не работаем с центральными органами. Любой патология. Это касается и онкологии, и иммунных заболеваний, и вирусных инфекций. Но мы работаем в основном на периферии. Т-клетки специфические для эпитопов опухоли ассоциированных антигенов либо погибают в тимусе в результате негативной селекции, либо мигрируют на периферию, где их активность подавляется клетками, террегуляторными клетками и другими клетками супрессора. В тимусе находят опухоль специфические антигены. То есть те специфические клетки, для которых также погибает в тимусе, уже тем самым обуславливается подавление будущего иммунного ответа против вот этих самых опухоль специфических антигенов. Ослабевает иммунный ответ уже, исходя из ненормального функционирования Т-клеток специфических для этих антигенов. Более того, в тимусе формируется популяция Т-регуляторных клеток со специфическим подавлением реакции Т-клеток на аутоантигены, которые экспрессируются и на опухолевых клетках. Более еще было доказано, что тимус, помимо всего прочего, активное участие как иммунный орган, может являться резервуаром опухолевых клеток. Опухоли клетки мигры и стиркулирующие в кровь могут попадать в тимус, где находят условия длительного существования в состоянии покоя, где практически нет зрелых цитокических клеток, и к тому же тимус является полуиммунным органом с привилегией. Кроме того, в условиях воздействия на органеврадиации или цитоксических препаратов, изменения в тимусе также будут способствовать неприкосновенности опухолевых клеток. Аутоименитет в основе онкопатологии. Если иммунная система отвечает на аут антигена в виде тканево-специфических антигенов, тогда почему она не реагирует на опухоль-специфические антигены? В настоящее время описаны такие процессы, как супрессия свидетеля, инфекционная толерантность. В первом случае дендритные клетки при индукции ТРЭГов к одному эпитопу могут индуцировать ТРЭГи к другому эпитопу. Во втором случае ТРЭГи индуцированные ответом к одному антигену способны подавлять ответ к другому антигену. Вполне вероятно, что оба этих процесса могут обыславливать неотвечаемость, толерантность к опухоль-специфическому антигену, как результат супрессии ответа к опухолям, ассоциированным антигенам, которые присутствуют на нормальных тканях. То есть заведомо клетки супрессора подавляют ответ к опухолям, ассоциированным антигенам, которые присутствуют в нормальной ткани. И эти же клетки супрессора будут подавлять, по-видимому, и будут подавлять ответы к опухолям-специфическим антигенам. Существуют данные о возможности установления толерантности к антигенам во взрослой жизни при доставке этих антигенов в тимус, прежде всего дендритными клетками, с фагоцитированными на периферии антигена. Предполагается, что в этом процессе могут принимать участие и лимфоциты. Можно предположить, что толерантность к опухолям специфическим антигенам при захватывании их дендритными клетками также может быть индуцирована после миграции этих клеток в тимус. Еще раз о гипотезе в трехфазовой росте опухоли в организме. Можно себе представить, что фаза элиминации это когда иммунный ответ начинается к опухолям специфических антигенов в самом начале их появления на клетках опухоли. Фаза равновесия начинает формироваться популяция терегуляторных клеток внутри опухоли в ответ на возрастающее количество опухоли ассоциированных антигенов, то есть тех антигенов, которые существуют в нормальной ткани, в связи с увеличением числа опухолю клеток. Но еще продолжается ответ к опухоли специфическим антигенам. И наконец, когда полностью формируется популяция терегуляторных клеток и не только терегуляторных клеток, а и других клеток-супрессоров в ответ на опухоли ассоциированных антигенов, которые полностью подавляют ответ к опухоли специфическим антигенам. И здесь опухоль убегает от клеток иммунной системы благодаря вот таким супрессорным механизмам. Необходимо менять ориентиры в онкологии. Надо ставить вопрос не о лечении больных, а о полном излечении. Не ломая гомеостаз, а восстанавливая нормальное функционирование иммунной системы, приводя встроенное в соответствие активности ее всех ассоциированных антигенов. Иммунная система в онкологии, парадигма, это иммунопатогенез, безусловно, иммунопатогенез в опухоли, это доминанта, иммуносупрессорная базис иммунопатогенеза, то, что он базируется, иммунопатогенез базируется на возникновении популяции нескольких видов супрессорных клеток. И, наконец, догмати догмата следует утверждать, что иммунотерапевтическая основа – это лечение опухолевых заболеваний. Ну, в принципе, товарищ Чечерец говорит очень хорошо, пессимист видит трудность в каждом возможности, а оптимист – возможность в каждой трудности. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...